Всем привет, с вами Мегмастер, и сегодня я расскажу, как же добавить изображение на свой сервер. Ну что, погнали? В этом видео я расскажу, как же добавить абсолютно любое изображение на ваш сервер, с помощью плагина Custom Images. Итак, ставим YouTube Spicot или PaperMC, версия 1.12.2 или другую, и в настройки включаем пиратский. Скачем плагин Custom Images, выбираем этот, и скачиваем последнюю версию. Ссылка на этот плагин будет в описании. И скачиваем два дополнительных плагина, Essentials и VioVersion. Проверяем, все ли мы установили, и идем запускать сервер. Скоро увидимся. Итак, после запуска сервера, заходим на него. Итак, я зашел на сервер, и как вы видите, я скачал готовую карту. Сделал я ее сам. И эта карта нам поможет намного лучше понять этот плагин. Значит, всего я покажу пять картин. Раз, два, три, четыре, пять. Перед тем, как начнем, давайте выдадим себе опку. Значит, начнем с самого обычного. Ну а теперь давайте добавим изображение. Для этого нам понадобится команда ImageCrate. И мы можем воспользоваться двумя способами. Первое, загрузить изображение вовнутрь плагина. И второе, вставить ссылку на изображение из интернета. И давайте покажу вам первый способ, как загрузить изображение вовнутрь плагина. Значит, переходим на Athernos. Переходим в файлы. Плагинс. И открываем Images. И теперь мы должны загрузить свое изображение в эту папку. Чтобы это сделать на Athernos, вы должны нажать на эту кнопку. И выбрать желаемое изображение. Я выберу это. И после завершения загрузки, перезагружать плагин не нужно. Поэтому заходим обратно на сервер. И пишем ImageList. Вот наше изображение. Welcome.png. Изображение будет называться так же, как вы назвали на своем компьютере. То есть у меня это Welcome.png. Теперь нажимаем по нему. И теперь мы должны в левом верхнем углу нужной стены нажать правой кнопкой мыши. Если хотите отменить, нажимайте левой кнопкой мыши. Я нажимаю правой кнопкой мыши. И ура! У нас добавилось изображение. И тут есть одно важное примечание. Если ваше изображение содержит прозрачный фон, то там, где прозрачный фон, будет просто отображаться рамка. И чтобы ее убрать, ваш сервер должен быть на версии 1.16.5 и выше. Сейчас вы на экране видите, как будет выглядеть прозрачное изображение на версии 1.16.5. И как вы видите, рамков там нету. То есть они прозрачные. Поэтому вот так вот. Если вы хотите убрать созданное изображение, напишите команду image.delet и нажмите правой кнопкой мыши в любом месте. Но у большинства это не будет работать. В том числе и у меня. Если у вас сработало, значит хорошо. А если нет, тогда используйте другую команду. Image.delet.near. Near. И радиус блоков. Можно просто подойти вплотную и написать 1. То есть радиус в 1 блок. И вы удалите только то изображение, которое у вас вплотную. То есть другие у вас не затронутся. Если вы хотите удалить все изображения на карте, то просто введите очень большое число. Допустим, 100 или 1000 блоков. Тогда все изображения в радиусе этого блока удалятся. Ну что, а теперь давайте добавим второе изображение. С помощью второго способа. Через интернет. А точнее через ссылку. Значит, для этого нам понадобится сайт Image.BB. Значит, переходим на этот сайт. Нажимаем начать загрузку. И выбираем желаемое изображение. Например, это. Нажимаю открыть. Дальше мы можем выбрать когда автоматически удалиться изображение. Можете спокойно ставить через 5 минут, так как вам нужно всего лишь один раз его загрузить. Потом он удалится с интернета, а на сервере у вас он останется. Дальше нажимаем загрузка. Нажимаем по изображению. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши. и копируем URL-картинки. Переходим в Minecraft. И для этого изображения я вам покажу то, что не обязательно ставить все блоки. Можно поставить только один левый верхний блок, и все заполнится автоматически. Но желательно, конечно, лучше ставить блоки, а то сзади будет ничего. Если вы добавляете изображение через ссылку, он не будет сохраняться в плагине, в отличие от тех, которые мы загрузили вовнутрь плагина. Поэтому, если вы хотите надолго загрузить изображение, советую загружать вовнутрь плагина. Тогда он будет навсегда. Значит, чтобы вставить изображение через ссылку, мы пишем Image, Create и ссылку. Теперь снова нажимаем правой кнопкой мыши по левому верхнему блоку. И вот такая у нас красота получилась. И обратите внимание, то что через него можно пролететь, так как за ним нету вообще блоков. Почему я советую делать с помощью блоков? Потому что если их не будет, тогда будет выглядеть все вот так ужасно. А если будут сзади блоки, тогда будет вот так красиво. Поэтому это вам уже решать. нужно или нет. А теперь давайте я вам покажу, как же изменить размер изображения. Допустим, вы не хотите вот такое огромное изображение, а вы хотите вот такое изображение. То есть уменьшить вот это изображение в это. я я сейчас покажу вам одну и ту же картинку, только оригинальную и уменьшенную. Значит для этого вам нужно знать одну очень важную особенность карт. Один блок равен 128 на 128 пикселей. То есть чтобы сделать изображение 8 на 6, то вам нужно просто умножить 128 на 8, а потом умножить 128 на 6. И то, что у вас получится, вы должны ввести в редактор изменения размера изображения. Значит изменить изображение можно или на компьютере, или на онлайн сервисе. Начнем с первого способа. Если у вас Windows 10, то при открытии изображения через просмотр изображения от Windows нажимаем треточи изменение размера изображения, определение настраиваемых размеров, убираем сохранить пропорции. Значит теперь нам понадобится любой калькулятор. Значит нам нужно изображение в ширину 8 блоков и высоту 6 блоков. Для этого мы вводим 128 умножить на количество блоков, то есть 8. 1024. Так и вводим. Ширина 1024. А теперь вычислим высоту 128 умножить на 6. 768. Вводим это значение. Теперь нажимаем сохранить копию с измененным размером. Переименовываем. И теперь у нас появилось два изображения. Первое полный размер. и второе уменьшенная версия. И второй способ. Если у вас нету этой функции или по любой другой причине, тогда вы можете воспользоваться онлайн сервисом I Love Image. Переходим на этот сайт. Нажимаем выбрать изображение. Выбираем. Убираем сохранить пропорции. и точно так же здесь будет 1024 здесь 768. После этого нажимаем изменить размер изображения. И нажимаем скачать сжатое изображение. Называем и сохраняем. Ну что, а теперь давайте их добавим на сервер. Мы это сделаем опять через первый способ. То есть загрузим во внутрь файла. Вот пришел в плагин и загружаем. Я загружу то, что сделал первым. и оригинальное изображение. Ну что, теперь переходим на сервер. И давайте их добавим. Пишем image list. Выбираю сначала red sun просто. И нажимаем слева сверху. Вот такое у нас изображение. А теперь давайте добавим сжатое изображение. также пишем image list. И нажимаем теперь второе изображение. И в том же углу. И как мы видим изображение реально стало меньше. И теперь оно на 8-6 блоков. И напоследок давайте покажу что может этот плагин на максимум. Для этого я загружу 4К изображение. Значит вот у меня есть 4К GPG и давайте я его загружу. Теперь пишу image list выбираю 4К и нажимаем в левом верхнем углу. Так как это изображение очень большое оно будет долго грузить. поэтому ждем. И вот наше изображение. И это так красиво вообще. Посмотрите какая вообще детализация. Поэтому вот такую прелесть можно добавить на ваш сервер майнкрафт. Также хочу сказать интересную вещь. Если ваш сервис 1.13 и выше, тогда вы можете поставить изображение горизонтально. Вверх или вниз. Вы сейчас видите как это выглядит. Поэтому это необычная особенность. Также в conflict.uml можно настроить всего три значения. Первое сделать ли прозрачные изображения на версии 1.16 и выше. Подключить базы данные. И тут есть пункт который позволяет удалить изображение только тому кто его создал. И если кому интересно добавить GIF на сервер нельзя. Вот у меня есть GIF и она анимирована. Я его загрузил на сервер. То есть если сейчас введу image list то тут будет GIF .gif и если мы его поставим то оно будет статичной. Поэтому не пытайтесь добавить GIF на сервер. Это не будет работать. Еще один интересный факт. Сломать изображение невозможно. Даже если будете бить то будет ломаться только то что за ним. И будет вот такой вид. Также в команде image crate есть такое значение как scale percent то есть масштабирование в процентах. Это значение бесполезно так как нельзя указать четко ширину и высоту как мы до этого делали. Поэтому кому интересно сейчас покажу как это работает. Значит пишем image crate ссылку или название локального изображения допустим redsun и на сколько увеличить в процентах. То есть 100% это оригинальный размер. Если вы поставите 200 то он будет два раза больше. Давайте проверим. И он будет долго грузиться но он будет намного больше чем оригинальный. вот такое изображение. И также его можно уменьшить. Например его можно уменьшить в 4 раза. То есть 100 поделить на 4. Получится 25. Вот такое маленькое изображение. Ну что я рассказал о данном плагине. Вы можете его уже ставить на сервер. И надеюсь что вы сделаете это очень круто и красиво. Поставьте лайк на этом видео. Подпишитесь на канал. А всем удачи! Пока!